Всем большой привет! С полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Вы на канале Семена Партнер. Сегодня я буду пересаживать сладкий перец. Присоединяйтесь! В этом сезоне я не спешил с посевом перца. Посеял его 12 февраля в торфяные таблетки. И, как всегда, пожалел об этом, поскольку торфяные таблетки очень быстро пересыхают. За ними нужен глаз да глаз. Один раз даже у меня, представляете, перец немножечко подвял. Это, конечно, не есть хорошо. И, наверное, пожалуй, зарекусь я сажать перцы, томаты, баклажаны в торфяные таблетки. Есть у меня один вариантик очень интересный. Увидел в большом гипермаркете вот такие вот стаканчики. Их используют для кейтеринга. Ну, я так полагаю, для каких-то небольших закусок. Прекрасные стаканы. Объем тут, наверное, ну 100 миллилитров, не больше. И вот что я подумал. Почему бы не производить вот эти начальные посевы вот в такие небольшие стаканы? Я сеял раньше перцы в 200 миллилитровые стаканы с выдвижным дном. Ну, конечно, такие стаканы занимают очень много места. Но рассада в таких стаканчиках развивается лучше, поскольку грунт я все-таки обогащаю. Добавляю немножко биогумуса и вермикулита. Он не так быстро пересыхает. В общем, рассада перцев действительно получается гораздо лучше, нежели в торфяных таблетках. Чтобы сделать вот из таких пластиковых стаканчиков стаканы с выдвижным дном, оказалось все очень просто. Буквально подношу к дну горячую зажигалку, дно моментально плавится и получается вот такое вот отверстие. Нарезал из тонкого пластика вот такие вот донышки и получился стакан с выдвижным дном. Испытаю такие стаканчики и в этом сезоне посею туда небольшую партию томатов. Обязательно буду рассказывать в следующих выпусках, что у меня получилось. Но все-таки давайте вернемся к пересадке наших любимых перцев. И уже по традиции, который год перцы пересаживаю вот в такие стаканы с выдвижным дном объемом литр. Ищите, сейчас такие стаканы уже начали продаваться в садовых магазинах. Не дефицитный товар. 50% успешного выращивания рассады перцев заключается в обеспечении наших перцев плодородным качественным грунтом. Конечно, сейчас в магазинах огромное количество всевозможного грунта, уже готовые почвосмеси продаются. Мой любимый грунт это, конечно, вот такой вот биоорганический грунт от компании Буйские удобрения. Еще мне нравится от этой компании грунт очень хорошего качества. Это волшебная грядка, но какой бы ни был качественный грунт, я все равно его обогащаю вермикулитом. Потому что если пересадить вот просто, вот взять грунт, посадить, тоже грунт такой очень быстро будет пересыхать. Поэтому добавляю 10-15% вермикулита и рассада получается очень качественной. Однако, все же, я предпочитаю грунт составлять самостоятельно. И для этих целей можно взять совершенно обычный, вот прям пустой торф. Желательно, конечно, разной степени разложения, чтобы в этом грунте был и верховой, и низинный торф. Вот у меня такой торф присутствует, он темного цвета. Обычно даже торфы разной степени разложения имеют кислый пиаш, но производители всегда его раскисляют, добавляют туда доломитовую муку. Вот если посадить просто в такой грунт, конечно, никаких результатов хороших мы с вами не получим. Поэтому его нужно обогатить. Самая лучшая плодородная добавка, и это, конечно же, биогумус. 150 тысяч раз об этом говорил, и, наверное, еще раз повторюсь. Биогумус – это продукт жизнедеятельности дождевых червей, и это самое лучшее природное органическое удобрение, которое существует на нашей планете. Но, друзья, конечно, биогумус биогумусу рознь. Нельзя вестись на какие-то красивые картинки. Нужно покупать биогумус от проверенных производителей. В интернет-магазине «Семена Партнер» продается вот такой биогумус от компании «Органик Микс». И он в 2,5 раза эффективнее, чем даже самый качественный биогумус, поскольку сделан по определенной технологии. Вот такого биогумуса в почву нужно добавить 50 граммов на 1 литр почвы. Как бы мы с вами не подкармливали наше растение под корень по листу, все равно от грунта очень много зависит. Все-таки корешкам нужно питание именно в грунте, и, конечно, желательно, чтобы оно было органическое. Следующая добавка – это вермикулит для рыхлости, для влагоемкости. Вермикулит очень хорошо удерживает влагу. На вермикулите не селится патогенная микрофлора. А еще вермикулит – источник некоторых микроэлементов. Вермикулита можно добавить 10-15%. Ну и с недавних пор многие огородники начали добавлять в грунт диатомит садовый, либо вот циолитовый наполнитель для кошачьих туалетов. Циолит тоже прекрасно впитывает влагу, удобрения, которые мы вносим, и потом растениям отдает. За счет внесения циолита в почву клетки растений становятся более крепкими, и рассада не так сильно вытягивается. Примерно 5% от общей массы грунта нужно добавить циолита. Ну вот, пожалуй, и все. Основные компоненты внесены. Конечно, для разнообразия можно еще добавить процентов 10 кокосового субстрата. Там тоже есть микроэлементы, плюс рыхлость дополнительная. Кстати, тоже, друзья, не пугайтесь, если в вашем грунте будут какие-то, ну, такие грубые большие частицы. Ничего страшного. Уже доказано, что рассада, да и вообще, в принципе, растения лучше развиваются в грунте, где присутствуют вот какие-то крупные частицы. То есть, корешок упирается в какую-то частицу крупную и начинает ветвиться. В грунт, кстати, можно добавить и керамзит мелкой фракции. Вот такой вот керамзит у меня есть. Как раз вот эти вот частицы будут способствовать нарастанию корневой системы. Ну и грунт также будет рыхлее. Кстати, вот этот вот керамзит я покупал в строительном магазине в 50-литровых мешках. Стоимость мешка примерно 150 рублей. Очень выгодно получается. Вот в магазинах маленькие пакетики, знаете, вот такой фракции стоит очень недешево. Вот прям сколько лежал, столько и вношу. Ох, не грунт, а просто конфета у меня получается. И очень часто задают вопросы зрители, когда же все-таки нужно пересаживать, делать первую пикировку или пересадку перцев и баклажанов. В случае с торфяными таблетками появились корешки, уже в принципе можно делать пересадку. Но вообще дождитесь появления настоящих четырех листов на перце. А вот на баклажанах пересадку уже можно делать после появления трех настоящих листов. Заполняю стаканы грунтом, наполовину, может быть, чуть побольше. Аккуратно снимаю чехол с торфяной таблетки, отправляю перцы и баклажаны в стакан. И вот при первой пересадке перцы и баклажаны можно заглубить на один сантиметр, не глубже. Конечно, в этом случае рассада немного остановится в росте, но зато мы с вами получим дополнительные корешки. А вот уже при следующей пересадке в двухлитровые горшки заглублять растения не нужно. После пересадки перцы поливаю теплой обесхлоренной водой. И, конечно, в воду желательно добавить биологический фунгицид, чтобы почву мы с вами обеззаразили. На основе бактерий Bacillus subtilis. Я использую препараты, биокомплекс БТУ, биозащита от болезней. Но вот еще хорошо бы добавить живое жидкое удобрение. Дело в том, что в этом живом удобрении есть и бактерия Bacillus subtilis, которая борется с патогенной микрофлорой. А также там есть бактерии азотофиксирующие, которые добывают азот из воздуха. И фосфор-калии, мобилизующие бактерии, которые переводят недоступные формы фосфора и калия, которые есть у нас в почве, в легко доступные формы для растений. Заселяем вот эти бактерии, они там у нас преспокойненько размножаются и кормят растения и защищают от болезней. После пересадки по-прежнему досвечиваю свои растения до 14 часов в сутки. Лампы у меня включаются в 8 утра, выключаются в 12 ночи. Причем я никакого к этому отношения не имею, просто поставил автоматический таймер. И каждую неделю буду давать моим перчикам и баклажанам, конечно же, да и всей своей рассаде что-нибудь вкусненькое в виде жидких органических удобрений. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал Семена Партнер, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм Семена Партнер. Ну и, конечно, совершайте покупки в интернет-магазине Семена Партнер. Там сейчас много всего интересного. Не забывайте, что есть еще и шикарные луковицы лилий, новинки семян, а также масса товаров для сада и огорода. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!